всем привет вы на канале Дистиллят ТВ и сегодня долгожданный наверное ролик для Максима Дмитриева потому что именно он прислал мне коньяк который называется Франсуа Вайе ВС Гранд Шампань давайте нальем и продолжим разговор я сразу поблагодарю тебя Макс за эту посылку извини меня конечно что так долго не выходил этот обзор но сам понимаешь какая-то очередность в моей голове сумбурная она все-таки существует и поэтому некоторые посылки с опозданием выходят на моем канале ну вот такой вот я сложный человек получается классическая французская бутылка с натуральной пробочкой без всякого логотипа на пробке рисуется на фольгированные термоусадки если я так правильно назвал сейчас но вы поняли о чем я лошадь с крыльями которая куда-то торопится под ней написано Франсуа Вайе надеюсь это не он так выглядел потому что ну лошади с крыльями вряд ли могут создать коньяк правильно также на бутылочке указано Сомелье коллекшн гран-при когда-то этот коньяк выигрывал какие-то конкурсы соответственно где принимали участие Сомелье ну логично я по крайней мере рассуждаю думаю так оно и есть если нет конечно поправьте меня в комментариях ВС версия вы знаете мое отношение к ВС версиям коньякам я считаю что ну ВС это не те продукты за которыми надо гоняться нам да если мы видим какую-то сумасшедшую акцию там ниже тысячи рублей да можно купить но все же ВС это чисто ароматические удовольствия вкусовые мы от нее не получим дата розлива 21.09.21 то есть зеркальная такая красивая дата хороша для свадебщиков я как фотограф говорю что вот наверняка какие-нибудь ребята с удовольствием бы согласились в эту дату сыграть свою свадьбу год урожая 2015 2017 место происхождения винограда Франция это коллекция изысканных французских коньяков из самой престижной области региона коньяк тра-та-та-та-та-та-та-та нам эти положительные да комплементарные написание вообще ни к чему нам главное вкус и аромат этого коньяка выдержан ли он больше чем стандарт ВС до на контр-этикетке указано что минимальные спирты три года ароматика сразу скажу что это классическая франция как только наливается в бокал разлетается по всей комнате и я сейчас буквально несколько часов где-то меньше часа назад я пробовал коньяк царский кубок и боже мой как же прекрасен на фоне царского кубка французский франсуа вайе он просто возвышается над ним своей ароматикой шлейф разлетается везде это легкие цветочные тона как будто вот у нас во дворе кто был а кто не был тот кто был тот знает что цветет ночная фиалка и у нее такой же вот легкий аромат он немножко отличается конечно но цветочный летучий когда ты вот проходя мимо его еле-еле улавливаешь шикарно белый изюм сразу же вылетает никакой агрессии нет в аромате по сравнению со многими вывесками которые я пробовал очень легкий даже где-то яблочко потертая на терке вот как мы в детстве маленьком моему сыночку делали такие вот блюда кстати мы давно не делали такое за кадром моя супруга я напоминаю наверно надо натереть яблочко на терке да надо терку подготовить как ты считаешь для морковки ладно пора возвращаться из фантазийных мыслей своих и обсуждать этот вот напиток и ароматика у него я могу сказать вам точно повыше всех высок которые я пробовал пожалуй давайте сделаем первый глоток не знаю может быть сыграла свою роль вот эта наклеечка которая на бутылке штук сомеле этот коньяк занял какое-то определенное место но каждый раз когда я пробовала пробовал я неоднократно вы видите пол бутылки нет бутылка 07 кстати меня это ощущение не покидала то есть ощущение что спирта который находится этой бутылки старше чем минимальные возраста которые положены в коньяках в с разливать опять сказал сложно но я думаю вы все поняли давайте второй глоточек сделаем существует в нем одеколонность намеки на такой вот зеленковатый персик горчинка мне и очень сложно описать но я сталкивался с такой горчинкой в самогоноварении вот именно когда ты заканчиваешь отбор тела и когда буквально чуть-чуть хватаешь предхвостья даже не хвостов а именно предхвостья вот у них существует такая вот одеколонность во вкусе ощущение такое когда вы стоите возле зеркала перед выходом на какое-то мероприятие и пшикаетесь туалетной водой ну и параллельно и что-то там зевнули либо начали возмущаться возражать что-то своей любимой супруги открылись широко рот и струя вот этого вернее не струя облака вот это вот шлейф аромата духов вам залетела в рот и примерно вот такой вот вкус не знаю получилось мне его описать но это очень схожий именно горчинка с одеколонностью перемешку мне бы было интересно попробовать этот коньяк в супе версии потому что потенциал у этого коньяка хороший вы если вы с к такого уровня то в супе должна быть где-то на уровне может чуть ниже шато де мантифо а это очень высокий уровень давайте еще один глоточек да вот именно вот это одеколона сейчас и в аромате появляется за ваше здоровье я немножко пожалуй изменю свое мнение что вот в эске обязательно надо чем-то закусывать нет это то в эске которую при особом желании можно самодостаточно попить и спустя какое-то время пойти какой-то там фрукт скушать замечательно будет цветочная фруктовая составляющая с небольшой деколонностью ну вот примерно так конечно это не полнотелый коньяк но как-то уже пытающийся вот себя занести в эту категорию про цену если вы увидите этот коньяк за тысячи полторы я бы пожалуй порекомендовал бы его вам прикупить если вы такой цены не увидите то рекомендую вам продолжать жить спокойно а не просыпаться в холодном поту и говорит самому себе господи и опять сегодня не купил франсиса вуае надеюсь я правильно произнес его название напоминаю что напитки надо пить только качественный только в меру на этом я с вами прощаюсь до новых встреч пока